Добрый день, дорогие друзья охотники! Впереди начало сезона, а значит без охотничьих лыж нам никак не обойтись. Сегодня хочу показать одну такую маленькую вещь. Ну, для бывалых охотников это, конечно, не ново, но для начинающих подскажу, как сделать крепление удобное. Зачастую, когда идем по лесу, топчем лыжню, от пятки набивается снег. То есть приходится снимать лыжу, носком долбать. Чтобы этого избежать и минимизировать, есть такой хитрый способ. Сейчас я вам его покажу. Лыжи-голицы, лыжи самодельные, легкие, как перышко. Я их сейчас обжег, чтобы они не потеряли форму. Вторая доходит, сейчас маленько косичнул, замочил, сейчас исправлю. Подсохнет и сделаю с ней то же самое. Ну, а сейчас я вам покажу поподробнее. Что можно сказать о самой лыжи? Лыжи сделаны из еловой. Из ели, короче. Смотрите, идет сама лыжа, потом по центру идет утолщение. Вот ступинатор. И утолщение уходит назад и сходит опять на нет. Это для того, чтобы лыжа у вас не сломалась. И вот, грубо говоря, само место для ноги. Здесь использована для утолщения фанера, пропитанная десяточка. Выбран паз и вставлен, ребят, жгут, не жгут, как сказать. Ну, короче, ремень. Лучше сделать его, конечно, из транспортерной ленты. Но у меня такой нет. Я сделал из поз рукава. Какой он, 20 или 30, не знаю. Вот такой у меня кусок есть поз рукава. Квоздем накаленным проделываем дырочки под шнурок. Шнурок лучше всего использовать с кожаной нарезки, ребят. Ромятины. Почему нельзя использовать здесь кожу? Нежелательно. Тут, кто, ребят, действительно охотится при намокании. А все равно от снега идет намокание. Кожа, она растягивается. То есть при большом трудном пути у вас нога начинает болтаться. Нужно использовать такие материалы, которые при намокании не тянутся. Это транспортерная лента, поз рукав. Ну и какой-нибудь тканевый ремень. Не знаю, там уж сами думайте. Самое главное ступинатор. Ступинатор сюда зачастую магазинные ступинаторы покупают. Я буду называть так, не судите строго. И приворачивают. Но он ровный. Он монолитный. Идете, под снег, под пятку набивается. И уже неудобно теряете и нервничаете время. Сюда используем велосипедную покрышку. Лучше всего с авдеповских велосипедов. Корт срезаем. Разворачиваем, ребят. И приворачиваем. Можно приклеить. Раньше использовал бересту. Но береста в избушку, она все равно деформируется. Береста, кстати, если в полевых условиях сделать, очень даже хорошо. Вот получается, видите? Вот такая вот бугриста. Но она нажимается. То есть, когда вы идете, снег под пятку попадает. Вы пятка все равно вступаете. И он отваливается. Он даже не скапливается, ребят. И вам не придется... Вот так это все дело имеет. Такую вот конструкцию. И вам не придется его отбивать. Я не делаю лямки. Конечно, бывалые охотники делают лямку. Но это недолго. Я сюда визявочку привяжу. И когда ногу соваешь, вот так вот раз, перекрутил, всунул. Если упал в обратном порядке ногу раз, здесь визявочка отпала. Делаю всегда вот такие концы. Это удобно при ходьбе. То есть, вы ногу раз, берете, потянули и все. И все это очень удобно. Ну, и лыжи подняли, как говорится. И вот это дело. Вот так вот и почапали. И все это под ногой, ребят, у вас вот так вот амортизирует. Оно никаких неудобств не представляет. Но снег, когда налипает, он под воздействием такой амортизации. И он будет раздавливаться и сам по себе уходить. Вот такой вот маленький лайфхак. Если кому-то советы помогают, ребят, смотрите канал. Дальше больше. Сезон ходовой охоты. Первые снега. Попробуем по тропе. Донатьте на канал. Вносите, ребят, свою финансовую поддержку. Она очень помогает созданию дальнейших видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok